Далее звернемся до вельми оригинального жанру. Тема вечного кахання лягла у основу нового танцевально-акробатичного спектакля «Контекстус», який завтра у Минску представить глядачам артысты белорусского театра танца на пилоне. У першыню спектакль-мюзикл «Театра танца на пилоне» белорусская публика убачила 4 годы тому. Постановка стала саправдным фурором, бо тогда мало кто мог уявить себе махчымость иснования жанру полдэнс на театральной сцене. А лишь белорусские артысты поспяхово объядналі гэтые понятки. Завтра глядачам чакая яшче больш масштабный эксперимент. На сцене Столичного палаца культуры чыгуночніков отбудзіцца прэмьера спектакля у двух адзяленьях пад назвай «Контекстус». У перакладзі з латінской мовы гэта слова означая «злучэння». Про тое, як стасаваліся разом, здавалася б несумящальные жанры, і які яшче сюрпрызы чакаюць глядачоу, зараз будзім гутрыць со створальницей постановки. Завтра на сцене ДК «Железнодорожников» белорусский театр танца «Напилония» представляет премьеру танцевально-акробатический спектакль «Контекстус». Большинство ассоциаций полдэнс – це стриптиз, в крайнем случае спортивные танцы. Развейте, пожалуйста, наше сомнение. Есть такое отдельное направление, в общем-то, спортивное направление, танцевальное направление. Да, у нас один снаряд – це вертикально стоящая полірованная труба. Поэтому мы пытаемся уже донести, не знаю, какого, уже несколько лет, вот как организована Федерация спорта и танца на «Пилоне» белорусском, и доносим до зрителя о том, что полдэнс – це не стриптиз. Ольга, вот а чем лично для вас интересно развивать это направление современного танца? Я вообще профессиональная балерина. Так совпало, что вот посмотрела девушки, которые выполняли кропатические трюки, и было очень интересно, каким образом, как они там держатся, как вообще это происходит. Потому что я когда сейчас новую программу делаю, когда я пытаюсь сделать какой-то трюк для меня, и сейчас, я не понимаю, боже, а как она это сделала? И ты добиваешься день-два, иногда бывает у меня, и где-то несколько дней я пробую этот элемент, чтобы его добиться. Мне нравится, потому что здесь еще большая физическая нагрузка. То есть как бы я люблю это дело, то есть я люблю работать собственным весом, собственным телом. Первую постановку коллектив представил 4 года назад. И это получилось ни много ни мало, а настоящий полноценный мюзикл. А как вы вообще решились вот впервые в Беларуси взяться за такую постановку? Я поняла, это когда народ, мой любимый коллектив, уже созрел к этому. Многие работают, кто-то 10 лет, кто-то 7, кто-то чуть меньше. Это уже порядочное время. И я поняла, что им мало просто выступать на наших соревнованиях. И хотелось бы, чтобы они все-таки уже показали свое мастерство чуть, так скажем, большему объему зрителей. Ольга, кажется, что владеть искусством танца на пилоне могут только профессиональные танцоры и спортсмены. Вы в своей школе танцев доказываете обратное? Заниматься могут все. То есть и добиться результатов больших могут все. Это зависит от человека, сколько ты будешь просиживать в зале и сколько ты будешь добиваться того, чего ты хочешь. Единственное, что спортсмену может быть немножко легче начинать. Профессионально, допустим, гимнасту, спортивной гимнатики, либо художественной. И ему немножко легче начинать с этого снаряда, потому что у него уже готовые балансы с детства. У них уже изначально вытянутые ножки, вытянутые ручки, спины аккуратные, подтянутые. Здесь с ними в этом плане легче немножко работать. Человека взять с нуля очень сложно. Доделать его, чтобы он был аккуратен, чтобы он был с вытянутыми линиями, с хорошими шпагатами, с хорошей спиной. Здесь требуется чуть больше времени, чем просто для профессионала. А что представляет вот собой театр танца на пилоне? Так как я профессиональный балетмистер-постановщик, то все-таки у меня есть вот это, что я хочу, помимо просто миниатюры маленькой на пилоне, там 3-4-минутный номер, который положен на соревновании, захотелось на ней сделать что-то более объемное, то есть более интересное. Чтобы это был действительно какой-то спектакль, пусть сейчас не с глобальной какой-то темой большой, но вот на данный момент у нас спектакль «Контекст», да, просто вот мы выбрали такое название. С латинского вообще переводят это «соединение связи». И у нас маленький такой спектакль, он пойдет по миниатюрам. Чем будете удивлять завтра зрителей? Удивлять будем красивыми телами, все-таки, мужскими и женскими, да. Удивлять будем хорошим настроением, хорошей музыкой, тем, что ребята все-таки не профессионалы, опять же, они работают с гораздо большей отдачей, чем профессионалы. Про профессионалы бывает уже надоедает столько времени в театре, 10-15 лет, 20, одни и те же спектакли, и бывает, ноги себе позволяют выходить уже скучно на данный спектакль. Мы так себе не позволяем, мы все-таки любим свой спектакль, любим свою работу. Ну, а что касается техники, да, мы первый раз поставим на сцену 5 пилонов, то есть это достаточно большое количество. И одновременно будем работать синхрон, это тоже довольно сложно. Попробуем ввести первый раз такой цирковой снаряд, как «Кольцо». Довольно тоже интересный снаряд, довольно красивый, небольшой номерочек на него будет. И основное такое, то, что никогда не было в Минске, это работа на резиновом китайском пилоне. Это будет подвесная мачта, которая будет закреплена сверху на штанкете, и вот так вот будет ходить по кругу, и на ней будет мальчик работать. Должно быть очень красиво, очень зрелищно. Аналога такого нету, не побоюсь сказать, что в Беларуси, в России такого аналога точно нету в спектакле. За границей, может быть, что-то и было, но опять же, это проходит в разряде конкурсного такого варианта. Здесь я именно хочу, чтобы мы соединили вот этот спортивный снаряд «Пилон» вместе с танцем, и чтобы еще из этого вышел какой-то спектакль. Ольга, спасибо вам большое за интересную беседу и до встречи на премьере. Спасибо большое. А я находаю, что завтра на сцене ДК «Чегуношников» танцевально-акробатичный спектакль «Контекстус» про его и промостацтво танца на пилоне в уголе мы готарли с балетмайстром-постановщиком, керавником театра танца на пилоне Вольгой Рэпиной. Продолжение следует...